привет друзья меня зовут ира тарасова и я очень рада видеть вас на своем канале сегодня у нас будет обзор спиртовых маркеров sonnet от бренда невская палитра у меня куча всяких разных цветов есть отдельный набор и просто маркеры поштучно как с кисточкой так и с наконечником долотой пуля в общем все расскажу покажу как колпачки соотносятся с цветами как маркеры ведут себя на бумаге как смешиваются как наслаиваются в общем полноценный обзор а также будет небольшой видео урок с тыковкой итак начнем у меня как я уже сказала куча отдельных маркеров и есть вот такой набор из 12 цветов он называется старт здесь наконечники кисть и долото цвета как вы можете заметить в принципе на печати очень похоже на то что будет в реальности но будьте готовы к тому что палитра на официальном сайте прям сильно отличается от того какие цвета вы будете получать на бумаге так что следите за этим как я уже сказала на конечнике у нас кисть и долото на самом маркере это подписано вот таким блестящим шрифтом долото в принципе обычная как и у всех маркеров не знаю ничего особенного кисточка вот такая достаточно тоненькая она отличается от маркеров которыми я рисовала до этого я бы сказала что она чем-то похоже на vista артиста или artx у меня набор достаточно странный не спрашивайте откуда он мне достался здесь всякие разные коричневые интересные цвета зелененькие также у меня есть маркеры с наконечником пуля и долото ну долото здесь точно такое же пуля больше похоже на обычный детский фломастер то есть она ну тоже немножко другая непривычная у этих маркеров отличается корпус то есть у тех у которых пуля у них цветной колпачок также отличается нумерация я не знаю может быть сейчас это как-то поменялось но у тех которые с кисточкой у них маркировка идет с буквой и потом какой-то непонятный номер а у тех которые с пулей там просто номер также у меня есть еще набор линеров и белая ручка сегодня все покажу в действии поехали ну и как обычно тест начинаем из теста наконечников первое у нас пуля ведет себя достаточно хорошо мне все понравилось можно немножко менять толщину штриха до в зависимости от нажатия можно небольшие заливочки делать здесь все супер теперь долото тоже никаких нареканий можно делать большие заливочки можно поворачивать дело то чтобы менять толщину штриха можно прям супер-супер тоненькие делать в общем никаких нареканий мне все понравилось ну и последний это кисть кисть как я уже сказала немножко отличается от тех которыми я до этого работала мне понравилось что ей можно делать супер-супер тоненькие штришочки либо наоборот очень широкие такого я ну как бы не встречала мне немножко непривычно было теперь давайте посмотрим как у нас собственно заливка себя ведет скажу честно заливка на небольших участках в принципе ровненькая все хорошо а вот на больших участках вы увидите это когда будем делать фон для тыквы она немножко неравномерная не знаю возможно это связано со свежестью маркера как-то странно давайте проверим как маркеры накладываются что я под этим подразумеваю мы делаем один слой и подобрала такие близкие оттенки ну на самом деле не очень близкие последний промашечка вот здесь кстати видно как отличается от колпачка можете перемотать чуть-чуть прям сильная разница подождем пока слой подсохнет и затем я делаю второй слой тем самым у нас из трех маркеров получается целых шесть оттенков можно наслаивать еще больше то есть сделать и третий слой то есть в принципе они реагируют на наложение цвет можно усилить давайте попробуем смешать два близких цвета на самом деле здесь больше бы красный подошел не скажу что этот цвет который я использовала он прям близкий нам можно попробовать оранжевый сюда вмешать но какой-то супер яркий то есть опять же отличается очень сильно от крышечки теперь попробуем смешать противоположные цвета я возьму ярко-голубой и ярко-розовый и место смешивания не сильно размывается но при наложении мы получаем еще один оттенок то есть смешав голубой розовый я получаю фиолетовый принципе меня устраивает такой такой вариант развития событий они не сильно плывут все хорошо ну и такой еще один тест градиент насколько все получается у меня достаточно много серых наборе прикольно что начинается нумерация с нулевого серого он достаточно светлый иногда мне не хватает прямо таких вот супер светлых серых дальше я просто по увеличению номера наношу такие вот серенькие оттеночки и смешиваю их с помощью предыдущего цвета но кстати не везде у меня последний очень сильно отличается то есть первое идет пятый а потом сразу 9 и ну как-то сильный здесь переход но я размыл его и в принципе мне нравится то что у меня вышло давайте теперь попробуем создать объем на шарики для этого я буду использовать всякие разные желтые коричневые такие песочные вот здесь кстати уже можно видеть что заливка не очень равномерная у меня был обзор маркеров арт x можно посмотреть по ссылочке сверху вот там при наложении уже видно что более ровная заливка цвета хорошо смешиваются друг с другом здесь никаких проблем нет мне все понравилось они не размывают да очень сильно но и все-таки взаимодействует и немаловажная роль у любых маркеров это блендер как он вообще себя ведет я специально оставила место для теста именно блендера а также размыла вот это световое пятно оно сейчас выглядит серым потому что маркер блендер очень насыщенный очень много в нем чернил он просто намочил бумагу кстати по поводу количества чернил маркеры хоть и не заправляемый но чернил них достаточно много что бывает так что они даже брызгаются пару раз я открывала колпачок и несколько капелек попадали на рисунок так что будьте аккуратны вы даже увидите это на тыкве чтобы не попортить рисуночек блендер очень сочный все круто работает как надо смотрите он разъел даже темные оттенки также с помощью блендера можно создавать супер плавный градиент если вы используете вот такой например супер светлый серый дальше блендером можно размыть краешек и у вас получится такой прям очень плавная растяжка как я уже сказала есть у меня белая ручка от санет на мой взгляд она тонковата для моих потребностей да будем так говорить но в целом все хорошо чернила подаются как надо мне все понравилось и набор линеров у меня всякие разные толщины тут тоже никаких нареканий они не размываются ни водой не спиртовыми маркерами если им дать засохнуть хорошенечко вот про кисточку могу сказать что кисточку можно размыть водой то есть эти чернила размываются я попробовала это если это вам важно ну и теперь собственно сам урок с тыковкой ссылку на мой эскиз а также на референс я оставлю внизу в описании урок ускорен потому что здесь в принципе все шаги понятные я думаю вы быстро справитесь сперва я сделала эскиз простым карандашом дальше обвожу линером толщиной 01 можно использовать 02 или 03 главное не очень очень толстый какие-то линии которые не являются глубокими складками я делаю такими прерывистыми штрихами теперь беру самый светлый из возможных моих оттенков такой буду использовать желтый я закрашиваю большую часть кроме бликов но если быть честной блики я потом тоже закрашу потому что остальные оттенки оказались еще темнее чем я предполагала и именно белые блики здесь ну как-то неуместно не очень сильно бросались в глаза немножечко можно блендером подразмывать да чтобы цвет посветлее становился либо переходы были более гладкими или границы цвета более гладкими но я думаю вы если вы смотрели мои уроки то уже знаете технику по которой я работаю собственно найдем мы от светлого к темному я беру более насыщенный оттенок и добавляю его уже в теневые участки вы можете использовать не желтый а брать именно из оранжевой палитры просто у меня нет оранжевых светлых у меня есть просто ядреный оранжевый цвет оранжево-красный и ближе такой коричневым поэтому я пользуюсь палитры просто которая у меня есть вот тот самый ядреный оранжевый он оказался темнее чем я предполагала поэтому импровизация я наношу его на большую часть тыковки а получается желтый оставлю для светлых областей для вот тех самых бликов и 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 поскольку оранжевый достаточно такой темный сейчас мне хочется чтобы переходы стали более плавными более светлого оранжевого у меня просто нет поэтому я использую все предыдущие оттенки два желтеньких и такой коричневый для того чтобы сгладить переход чтобы не было именно таких ровных краев у моей заливки супер ровные края вот свет тень больше используется в какой-то ну мультяшной иллюстрации на такой комиксы наверное так будет лучше сказать проще говоря это ну не мой стиль мне так непривычно мне все-таки показалось что переходы слишком яркие поэтому я использовала маркер другого бренда который вот как раз тот цвет которого мне не хватало в палитре он нечто среднее между светлым желтым и ядреным оранжевым анализируйте референс постарайтесь сразу выделить для себя области которые освещенные то есть их нужно оставить более светлыми и выделить для себя более темные области до которые прям нужно максимально усилить чтобы картинка была более естественная более живая более натуральная можно так сказать у меня более темные области это складочки на тыкве назовем их так и место где крепится стебелек подскажите мне правильное слово вот этот хвостик я закрашиваю зеленым цветом и дальше немножко затемняю здесь что очень странно более темными являются выпуклые области такая очень интересная вот эта ножка для опять же для того чтобы переходы не были очень яркими предыдущим цветом я все хорошенечко размываю мне очень нравятся всякие разные фиолетовые оттенки и сюда как раз в теневые области добавляю вот такой цвет он почему-то находится в палитре красных то есть маркировкой r я бы выделила их отдельно с маркировкой в типа вайлет думаю что несколько палитры если будет расширять свою ну линейку цветов то обязательно это сделает и мне захотелось добавить фон фон вообще по желанию мы сейчас тестируем маркеры я люблю добавлять фон поэтому собственно и решилась добавить его сюда и как видите немножечко у нас такая неравномерная заливка получается не знаю с чем связано буду еще пробовать цвета но это не страшно я добавила всякие пятнышки еще выходящий в принципе все выглядит весьма гармонично здесь как можно уже заметить очень мое любимое сочетание я кажется упоминаю это при любом удобном случае это оранжевый зеленый и фиолетовый по моему это идеальное сочетание которое придумала природа под тыковкой у меня есть небольшая тень я ее тоже немножко показываю можно серым можно темно-фиолетовым для большей такой стилизации я добавила более четкий контур более толстый контур маркером линером толщиной 06 также добавим немножко бликов белой ручкой и белым карандашом как раз вот он сгладит переходы которые прям режут мне глаз и ручка я добавила какие-то совсем маленькие отдельные блики точечки на фон и опять же для стилизации я сделала белую обводку моей тыквы попробуйте мне нравится этот эффект смотрится интересно иногда вы даже не обращаете внимание на то что эта обводка есть настолько она гармонично выглядит во всей нашей иллюстрации что как бы вы не делаете именно акцент на ней да она просто дополняет весь образ на мой взгляд ручка тонковата я знаю что есть разные толщины но не могу понять какая у меня потому что на ней нет никакой маркировки что странно возможно если бы она была потолще мне бы больше понравилось если вы рисуете именно белой ручкой что-то то возможно вам именно такой вариант подойдет добавим еще черных точечек на фон делаем подпись и принципе наш рисунок готов если вам понравилось это видео не забывайте поставить пальчик вверх также подписаться на канал и нажать на на колокольчик чтобы не пропускать уроки всем отличного дня и пока